Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыба». Вот когда Ленковский был упомянут, я по понятной совершенно ассоциации вспомнил Ленком и разговор с Марком Анатольевичем Захаровым. Он меня прямо в эфире озвучил, что оказывается в советские времена в Госкино был такой тайный список так называемых уродливых актеров, которых нельзя снимать в главных ролях. В этот список входила Инна Чурикова, Николай Карачевцев из его подопечных. Не приходилось сталкиваться с такими списками? Нет, я думаю, что это все-таки мир. Я не знаю, Марк Анатольевич, я его очень любил, уважал. Был, конечно, выдающимся во всех. И режиссер потрясающий был. Единственный, кому удавалось работать одинаково хорошо и в театре и в кино, заметь. Таких вообще в мире не было. Вот таких в мире не было. Не думал об этом. Да, ну ты вот подумай, вот таких в мире не было. Вот Тарковский ставил и очень неудачно. Абсолютно, да. Вайда ставил, я помню, еще в советское время, в «Современники» Анжи Вайда снял. Тоже очень неудачно. Понимаешь, там Эфрос пытался работать в кино. Многие там, Фоменко, по-моему, замечательный театральный режиссер. На мой взгляд, не очень все это удачно было. Понимаешь, у Захарова и в театре, и в кино был свой стиль, и он везде как бы открывал свой какой-то кино или театральный язык. В этом смысле он совершенно уникальный персонаж, я считаю. Но в отношении вот этого списка, не знаю, может, он пошутил или что-то. Не знаю, так на полном серьезе. Ну он часто говорил, вообще был человек с большим чувством юмора. Да, и он шутил, не улыбаясь. Да, вообще неплохо. Но его юмор был именно в том, что он говорил на полном серьезе. Ставил людей в тупик. И самое главное, никак не разведчивал эту историю. Ну, я не могу сказать, я, в общем, вырос в советском кино, никогда про такой список не слышал. Никогда. А в принципе, как вы вообще... И снимал, и снимал, и Чурикову снимал. У Чурикова прекрасная актриса, и она вот красиво такой внутренней красотой. Никогда не слышал, чтобы ее кто-то там запрещал или там что-то. Я вообще не слышал. Я слышал в основном про запреты со стороны вот каких-то телепрограмм таких фильмов про советских актеров с неким антисоветским душком, где всегда эта тема, дескать, в советском кино вот этому запрещали, вот тому запрещали. Или вторая тема, что вот его приглашали в Голливуд, но из-за чиновников советских это... Я слышал. Это постоянно. Это выдумки? Да, конечно, выдумки. Абсолютно. Это понятно. Ну, может, они базируются... Людям всегда приятно про себя рассказывать что-то... Объясню, чем меня привлекает Карен Шахназаров. Я сейчас говорю не про режиссера, не про участника политических шоу из категории «Я вас не перебивал», а исключительно как о собеседнике. Шахназаров использует достаточно категоричные формировки, без оглядки на цех. Потому что, ну что грехота эти? Очень многие у нас режиссеры, вообще деятели киноискусства, да и не только киноискусства, предпочитают обтекаемые формулы, боятся поссориться с кем-то. Не называют имен зачастую, хотя когда озвучивается тот или иной факт, это та или иная позиция, люди из среды однозначно вычисляют о ком речь, а зритель остается в неведении, поэтому это всегда меня раздражает. Вот Шахназаров этим не грешит. Этим он напоминает, ну мне опять же в контексте не профессионального, не режиссерского, а мы говорим сейчас о собеседнике по телевизионных беседах. Напоминает мне Никита Свет Сергеевич Михалкова. Тоже хорош бывает. Не всегда, то есть он хорош всегда, но вот в этом контексте, в смысле категоричности не всегда, но блистает. Вот, Шахназаров это подарок всегда для меня, для интервьюера. Ну, про Никита Сергеевич Михалкова даже говорить не буду, это по определению так. Так что, до новых встреч!